ребят здорово всем это шамшурин и сейчас я вам расскажу как я заработал себе на вот эту тачку когда-то давно уже кстати я на ней уже пятый год езжу и в общем раньше если вы знаете мою историю я ездил на велосипеде на стройку я жутко этого стеснялся потому что особенно я думал с меня увидят какие-то знакомые девчонки и подумают что я какой-то лох который ездит на стройку на велосипеде еще у нас был трехколесный мотоцикл урал с коляской и я тоже очень стеснялся я там одевал кепку посильнее чтоб только меня кто-нибудь не узнал значит смотрите эта машина да и она куплена мной она была определенная предыстория первая машина которая у появилась это жигули десятка я еще жил в самаре подержанная и надо сказать огромное спасибо моим родителям потому что они мне помогли ее купить папа там взял в кредит деньги я что-то добавил и в общем у меня появилась тачка опять же мне помогли родители правда потом ее продал потому что она начала ломаться и в общем деньги все эти потратили можно сказать и остался без машины потом я переехал москву потихоньку уже начиная заниматься своей деятельностью то есть потихоньку начинаю обучать людей то есть мы там создали сайт я сделал в ю тубе канал где начал знакомиться с девушками на скрытую камеру и это как бы выстрелил это сработало и время от времени начали появляться какие-то клиенты на индивидуальное обучение я начал мотаться набегами в москву но я был без машины и тогда было очень много тоже сложных времен были моменты когда мне пришлось оформить кредитку в банке только чтобы заплатить за квартиру потому что за аренду квартиры мне даже нечем было платить потом у меня есть был есть товарищ которого зовут саша нормальный мужик и в общем у него сейчас очень все хорошо но очень не бедный парень хотя он тоже выбрался с низов и у него был такой citroen паркетник в общем когда он езжал в командировке я говорил саня дашь мне тачку покататься и допустим я потихоньку там потому что ехать по садовому каком-нибудь где 6 рядов в одну сторону 6 рядов другой это очень сложно то есть я катался на его машине я очень сильно к этому привык то есть это происходило часто потом самое неприятное было отдавать обратно эту машину когда приезжал саня и спускаться в метро я жил на востоке в перова это восток москвы то есть вот эти перегоны станции очень длинные то есть я уставший вечером ехал стоя в этом метро трясся потому что сесть было некуда уже и мне очень очень сильно хотелось машину я так хотел тачку ключевое что вы должны делать вы должны отдавать в мир какую-то пользу чем бы вы не занимались два момента отдавать какую-то пользу даже три момента второй момент быть специалистом и развиваться еще больше еще больше то есть думать как мне еще лучше помочь еще лучше сделать для людей хорошо неважно чем вы занимаетесь будь то сантехник или тренер для мужчин по общению с женщинами и третий момент конечно же с которым я всю жизнь боролся это умение себя продавать и умение называть себе цену потому что еще долгое время даже переехав в москву мне было очень сложно людям озвучивать вообще цену за свою работу и у меня был какой-то глюк то есть психологический зажим что если мне дают деньги я не мог их брать в руки потому что где-то в глубине души был какой-то момент как будто я этого не задум не заслужил недостоин и я просил клиентов положить деньги на стол они так и лежали я тут их прикрывал салфеточкой и когда мы уже вставали шли на практику я эти деньги тихонечко брал потом их где-то в туалете пересчитывал радовался этому а и в какой-то момент так получилось что я очень сильно этого хотел почему я говорю что я брал у сани тачку я еще ходил на тест-драйвы я специально ходил на тест-драйв у всяких дорогих машин где я себя очень ужасно чувствовал потому что вот эти парни которые там работали в белых рубашках как мне казалось тогда может так и есть они на меня смотрели просто как на говно и а я не мог себе позволить машину и однажды даже это есть кстати в моей книге позиция сверху однажды даже получается так что мне отказали в тест-драйве то есть мы пришли на тест-драйв лексуса я сел и я в общем левой ногой начал нажимать на тормоз этого автомата и менеджер салона сказал что я отказываю вам в тест-драйве мне кажется вы не умеете ездить мне стало так стыдно одновременно и обидно потому что я еще волновался ну и тогда у меня были такие мысли вот я сейчас вернусь просто туда вот в этот салон заработаю денег там когда-нибудь это обязательно случится принесу на речке скажу мне вот того менеджера давайте чтобы он мне продавал но этого не случилось и да и слава богу что этого не случилось потому что я все-таки люблю немецкие машины и каким-то чудом я накопил себе на бмв который опять же я купил у этого своего друга санька поддержанная бэха но правда там она была в идеальном состоянии 320 там какой-то какой-то предыдущий кузов я честно говоря в кузовах в их номерах не разбираюсь и я был просто горд собой я был так счастлив то есть у меня тогда еще была подруга и она говорила мой мужчина ездит на бмв я такой типа да черт возьми я езжу на бмв а потом уже какое-то время ну то есть я все развивал развивал свой проект были хорошие времена были не очень хорошие времена потому что услуга очень специфическая и как я купил audi которая была до этого такая темно-синяя баклажанного цвета тоже купешка ее также купил санек себе он тогда сильно поднялся он еще потом купил вторую машину а на audi почти не ездил я общем еду домой вечером на бэхе у меня были не совсем такие здоровые ценности еще в тот момент то есть я думал что машины решают машины решаетесь но на самом деле меня тогда не было любимой женщины мне очень хотелось любимую женщину не очень хотелось семью уже тогда но что-то было не так то есть либо моя какая-то зависимость от соблазнения новых женщин да естественно и без этого не обошлось либо то что все-таки действительно мало хороших девушек их очень даже немного но в общем я как бы думал что надо что-то менять жизни то есть и поскольку женщину я себе найти не мог потому что самое важное это женщина это семья это твои друзья это твои родители дай бог если они у вас есть дай бог им здоровья но как вам сказать для чего я говорю про женщину потому что оказывается да то есть личную жизнь свою наладить намного сложнее труднее чем купить тачку или там что-то еще потому что когда у тебя цели такие примитивные материального плана да они сбываются проще чем какие-то вот такие вот самые важные самые главные вещи в жизни в общем я еду домой понимаю что что-то мне как-то не очень так что-то меня гложет что-то не так то есть хотя я еду на бмв еду с индивидуального занятия с очередным клиентом то есть принципе круто было то что я тот парень который ездил в колхозе на стройку на велосипеде сидел в ресторане в каком-нибудь там допустим в т.ц европейский на большой дорогомиловской на площади киевского вокзала и ко мне приходили мужики ну приезжали на дорогих тачках а я до того и либо я вот уже ездил на бэхе либо до этого я вообще ходил там пешком ездил на метро я так собой гордился что вот что-то поменялось но вот эта гордость она потом быстро стала привычной приелась и уже это стало обычной работой и рутиной в общем еду я домой звоню саньку это было так как я купил первый ауди я ему звоню говорю саня такой да я говорю слушай что делаешь дома слушай продай мне тачку он такой давай я говорю а когда он такой да заезжай и получается что еще утром когда я выехал на улицу на бмв я даже не думал что у меня будет вечером уже новая тачка я подумала чего надо брать в общем как у меня был расчет такой что я сейчас продам бмв и еще столько же надо было доплатить саньку за тачку но он мне дал эту машину в рассрочку и договорились что ему там за несколько месяцев отдам то есть у меня появилась жесткая мотивация жесткий стимул эту машину быстрее за нее расплатиться выкупить я поехал свою машину бмв оставил у него на парковке забрал его ауди и просто счастливый на выдохе поехал домой это был такой крутой скачок потом я достаточно быстро но эту машину продал достаточно быстро заработал отдал деньги саньку потому что это меня поджимала как морковка сзади надо было расплачиваться за вот эту рассрочку поэтому спасибо моему другу в том числе потом я ездил на ней но не помню может быть года два и черт меня дернул зайти в салон и сесть в новую которая вышла тогда новый кузов вот эту вот ауди а пятую и я когда сел не я подумал блин команда сюда больше не хочу выходить и тогда я совершил такую не самую скажем умную не самое умное действие моей жизни я эту машину сдал в трейд-ин и половину цены я взял в кредит то есть это был автокредит законский процент у меня было все хорошо тогда тогда я должен был выплачивать 60 тысяч рублей в месяц это не слабая сумма но допустим я верил что я там течение там года спокойно и и отдам то есть не напрягаясь и как раз буквально на следующий месяц когда я купил себе в кредит наполовину вот эту машину все посыпалось что-то ну то есть очень есть четкая корреляция между твоим внутренним состоянием и твоими деньгами это стопроцентный факт и у меня было хреновое внутреннее состояние это думал что новой тачкой я заткну опять очередную дыру в своем внутреннем состоянии но что-то меня глада гложила гладала не знаю все время и не буду рассказывать что то есть у меня по факту было не очень хорошее внутреннее состояние хотя вы видели меня такого на канале и в общем ну это моя работа я не должен был этого показывать все стало хреново и в итоге получается что еще два с половиной года я выплачивал кредит за эту машину потом я все-таки выплатил как кстати я выплачивал кредит я очень сильно захотел быстрее его закрыть и я сделал такой большой лист один ватман распечатал всякие детали от этой машины двери там фары колеса двигатель то то тут то есть я вот так вот вырезал все эти детали наклеил на эту бумагу и например написал стоимость под каждой детали сколько она стоит там зеркало столько-то тысячи рублей там это столько-то тысячи двигатель там столько-то тысячи и когда я сидел извините за выражение в туалете у меня перед глазами была эта картина этот лист бумаги то есть я зачеркивал маркером допустим если двигатель стоит дорог я выразделил на несколько частей когда я очередную денежку заносил за кредит не месячный платеж а больше чем нужно я зачеркивал это все маркером то есть я уже видел сколько мне еще осталось зачеркнуть сколько надо денег за какую деталь еще надо заплатить чтобы быстрее выплатить ну вот так получилось потом пока я это все закрывал постепенно с деньгами опять что наладилось и у меня были разные времена в жизни меня были времена в жизни и хорошие когда я за месяц заработал три миллиона рублей и были времена плохие причем это вот реально вот так вот было потому что я хреновый бизнесмен но я хороший тренер то есть что касается моей деятельности в плане тренингов я максимально вкладываюсь своих клиентов и вот именно там я живу и там я кайфую когда я вижу результаты тех мужчин у которых сейчас стало все круто женщинами которые присылают регулярно фотографии каких-то соблазненных женщин там какие-то голые задницы не знаю мне правда давно на это интересно смотреть кто-то присылает себя с любимой там и маленького ребенка девочку такую милую говорит блин спасибо если бы не ты то этого никогда бы не было в моей жизни вот но так или иначе я хреновый бизнесмен но вот так вот я купил себе эту тачку сейчас в принципе я могу себе позволить купить новый автомобиль но ценности сильно поменялись и я уже за этим не гонюсь слава богу что у меня есть семья сейчас это самое главное чего я и вам желаю ребят мечты сбываются ключевое что когда я ездил на стройку на велосипеде я смотрел на эти дорогие тачки и у меня было такое инстинктивно кстати я смотрел и я злился причем злился на этих людей особенно когда видел каких-то молодых студентов мажоров там у меня были друзья в политехе я приходил к ним в политех еще самаре и думаю блин откуда у вас деньги вы там маменьки на сынки то есть я понял сейчас одно но уже давно понял что не надо злиться на них потому что когда ты злишься ты как бы получается да злишься на этих мажоров там вот они этого не заслужили а я тут пахчу там кручусь верчусь но вселенной миру космосу не знаю энергии какой-то всеобщий этому всему насрать она понимает это так ты злишься на то что ты хочешь то есть ты же хочешь эту тачку ты хочешь также жить но ты испытываешь негативные эмоции поэтому здесь надо четко себя на этом ловить и говорить нет я не должен злиться ну типа порадуйся за них порадоваться за них я думаю вряд ли получится у тебя и получится получилось тогда у меня у меня тоже не получилось но так или иначе ну хотя бы надо перестать испытывать негатив и опять же что нужно делать нужно ходить на всякие тест-драйвы как бы ты себя не чувствовал даже у тебя денег нет там на метро. Ходить, преодолевать себя, садиться в эту тачку. Я помню, как мы вообще сели в Бентли Мульсан на заднее сидение и закрылись вот так, и сидели долго с другом, разговаривали. Не можешь один сходить с другом. Там уже менеджер такой постучался и говорит, извините, что скажете? Будете ли вы там смотреть? Ну, мы такие были модно одеты. Тем более, это Москва, а это удивительный город, где чувак может прийти просто в сланцах на носки и там вытащить сумку с наличкой и купить себе какой-нибудь Rolls-Royce. Разные были времена, но ключевое, что я тогда верил в то, что у меня все получится. Я сейчас понимаю, что машина это далеко не самое главное в жизни. Мягко говоря, это вообще не самое главное. Но если тебя это зажигает и вставляет, я когда ее купил, я вообще кайфовал просто. Дай я тебе покажу тачку. То есть вот так выглядит место, из которого я снимал огромное количество видосов в своей жизни.